А ты читал Человека-бензопилу, но в реалиях Московской окраины? Сюжет пародии запустил дед-депутат, который украл бабло и помер. И теперь его внуку Денису нужно вернуть деньжата государству, работая на Максиму Валерьевну из особого отдела «Тихий омут», которая вживила Денчику скворечник в голову и дала обычные пилы в руки, чтобы он щемил чертей голубей и защищал местные МФЦ от врагов, вместе с Силой и другими работниками, которые помирают через страницу. Но важнее всего победить черта американца, который своими бургерами и сериалами отравляет столичный разум, а после уже ехать отдыхать в Анапу. Короче, автор высмеял всех, как по мне местами с этим перегнув. Но зато были и другие шутки, с которых я смеялся в голос.